Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Фатима Буталибова и коротко о главных событиях этого выпуска. Удобно, но небезопасно. Мошенничество с банковскими картами в Дагестане приняло серьезный оборот. Близится открытие аллеи. О том, как продвигается народная стройка духовного центра, смотрите в выпуске. Мечта ветерана. В России стартовал проект, где каждый желающий может стать причастным к исполнению мечты фронтовиков. Афера на расстоянии. В Дагестане перед судом предстанут участники межрегиональной преступной группы интернет-мошенников. Злоумышленники находили на крупных интернет-площадках объявления о продаже товаров и недвижимости. Договорившись о покупке, похищали со счетов продавцов деньги. Подробности в сюжете. В одном из случаев аферист представился военнослужащим, которому необходимо снять квартиру в Каспийске. Он сообщил, что ему нужны данные о кредитной карте арендотателя для предоставления в бухгалтерию воинской части, где он якобы проходит службу. Звонил, предлагал задаток. В дальнейшем просил номер карты. И путем подключения мобильного банка заходил в личный кабинет, получал доступ к счетам. Затем потерпевший позвонил второй участник сообщества и представился главным бухгалтером военной организации. Он убедил женщину подойти к банкомату и совершить некоторые операции. Так, злоумышленники похитили с ее счета 216 тысяч рублей, после чего обналичили их. Я представлялся военнослужащим. И под этим предлогом я бронировал жилье. Далее как? Отправлял деньги на карту. Как бы пытался отправить деньги на карту, но я их наоборот снимал. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Каспийский городской суд для рассмотрения. Выяснилось, что фигуранты в целях конспирации использовали различные мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, оформленные на третьих лиц. Кроме того, они неоднократно меняли места жительства. Следственным управлением МВД по Республике Дагестан окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Общая сумма ущерба от действия мошенников составила более полутора миллионов рублей. Алина Багилова, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ Махачкала. Бывшего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Набилу Карачаева обвиняют в халатности. По данным следствия, управляющая компания «Лидер» и Министерство природных ресурсов и экологии Республики подписали два соглашения в 2018 году по работе регионального оператора с отходами. Несмотря на то, что в соглашении юридически были прописаны банковские гарантии, фактически у общества их не было. Кроме этого, компания сбрасывала мусор на незаконную свалку в пригороде столицы. При этом было похищено более 235 миллионов рублей. Следствие обвиняет Карачаева в халатном отношении к работе и бездействии, поскольку региональное министерство природы под его руководством не проконтролировало исполнение лидером возложенных обязанностей. В Хунзахском районе произошло массовое отравление школьников. Учащиеся Аронинской средней школы обратились в Хунзахскую районную больницу. Дети жаловались на боли в животе, повышенную температуру и другие характерные для пищевого отравления симптомы. В этой связи были приняты все необходимые меры. Образцы воды взяты на экспертизу. Подача воды временно прекращена. Школа и сад приостановили работу до понедельника. На данный момент с отравлением в больнице лежат трое учеников. Минцифры предложила вывести геолокацию абонентов из-под тайной связи. Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций России разработало законопроект, согласно которому предлагается вывести из-под тайной связи информацию о местоположении мобильного телефона абонента. Это в том числе поможет в поиске пропавших людей. В настоящее время координаты устройств абонентов являются тайной, и операторы связи обязаны обеспечивать ее соблюдение. В России ежегодно теряются десятки тысяч людей. Операторы могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Горожане уже этой весной смогут отдохнуть на территории и прилегающей аллеи Духовного центра имени пророка Иссы в Мириму. Строительство центра продолжает набирать обороты. Идет масштабная работа по благоустройству территории. Подробнее Хамзу Нурмагометов. Работа идет отлично. Работаем день 150-150 градусов. Народная аллея – один из главных социально значимых объектов для руководства Духовного центра. Работы здесь проводят ежедневно. Уже к весне горожане смогут прогуливаться по парку. Мы проводим работу, невидимую работу, ливневку, канализацию, дренажку. Также подводим воду к деревьям для полива. И, конечно же, занимаемся, то есть продолжаем укладой плитки. До моста мы уже завершаем. И уже дальше моста будем продолжать до мечети, чтобы… То есть готовимся к весеннолетнему сезону. Мечеть – сердце центра. Все бетонные работы проведены. Закончена кладка кирпича. Сейчас идут подготовительные работы для перекрытия крыши. Металлоконструкцией занимаются специалисты из Кизилёрта. В течение одного месяца переработали более 700 тонн металла. Иначе начнем в феврале вместе собирать. И все будет надо. Вот все заготовлено для духовного центра. Эти работы останутся на века. Такого центра вряд ли когда-нибудь на Кавказе будет. Завод только занимается духовным центром. Духовный центр ежедневно посещает сотни людей. Приезжают дагестанцы и не только. Чуть ли не каждый после увиденного стремится помочь и стать частью этого проекта. Духовный центр – это поясни, народная стройка. Например, установку этой колонны для мечети взял на себя Кизилюртовский район. И таким же образом профинансирован каждый элемент этого грандиозного объекта. У духовного центра нет определенного спонсора. Его строят всем народом. Центр уже сплотив вокруг себя тысячи дагестанцев. А полное завершение будущей жемчужины Кавказа планируется в 2025 году. Хамзан Румагамидов, Нур Магамид Магамидов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Благотворительный фонд и студенты железнодорожного колледжа оказали помощь Дербенскому центру химиотерапии для онкобольных. В рамках акции центр получил холодильник, три кондиционера, три кварцевых аппарата, бойлер и комплекты постельного белья. Напомним, что в 2018 году в Дербенце для маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями был открыт центр химиотерапии в условиях дневного стационара. Такой подход сделал медицинскую помощь для дербенских горожан, страдающих онкологией, доступнее. 21 койка обеспечена всеми необходимыми аппаратами и медикаментами. В центре работают грамотные врачи-онкологи. Представитель благотворительной организации выразил слова благодарности всем, кто оказал финансовую поддержку в таком важном деле. Он также призвал неравнодушных граждан присоединиться к данной акции. Мы с друзьями решили объявить сбор и собрать иную сумму, на что смогли, были способны. Мы объявили сбор горожанам города Дербент, и они не остались равнодушными в стороне и отозвались на наш сбор. И хотел бы поблагодарить их. Пусть Всевышний Аллах одарит их благом. Спасатели Дагестана получили вакцину от коронавируса. Сегодня в Главном управлении МЧС Республики прошли мероприятия по привитию личного состава. Ранее были проведены подготовительные процедуры перед вакцинацией. Вакцинация в ведомстве началась еще в декабре прошлого года. На сегодняшний день все привитые чувствуют себя хорошо. В гуманитарно-педагогическом колледже на протяжении трех дней лекции переведут в игру. Студенты методом педагогических ситуаций образуют команды для коллективного решения задач. Новая игра поможет им раскрыться в качестве учителей начальных классов и подготовит старшекурсников к активной практике по взаимодействию с детьми. По словам директора колледжа, такие мероприятия повышают квалификацию будущих выпускников и их конкурентноспособность на рынке труда. Вот это такая активная форма работы, мы сейчас ее называем игровой, потом групповой работой, вырабатываем собственные проекты и это позволяет им собрать свои представления, обобщить их и представить на суд аудитории. О чем мечтают ветераны? По всей стране стартовал благотворительный проект с говорящим названием «Мечта ветерана». Его суть заключается в том, чтобы находить ветерана Великой Отечественной войны, у которых есть мечта, и исполнять ее, привлекая людей или организации, готовых это сделать, либо собирая средства на исполнение желания. Принять участие в проекте и осуществить мечту ветерана может любой желающий через сайт мечтаветерана.рф. Сейчас на сайте указаны порядка полутора сотен ветеранов, у некоторых из них больше одной мечты, но все они, как правило, довольно легко осуществимы. К участию в акции присоединилось уже более 50 регионов, исполнено свыше 100 желаний ветеранов. Борец-вольник Абдурашид Садулаев освобожден от участия в чемпионате России. Об этом в интервью сайту спортивной борьбы Дагестана сообщил главный тренер сборной Гаджи Рашидов. Напомним, что турнир пройдет 11-14 марта в Улан-Удэ. По словам наставника, олимпийский чемпион Садулаев является явным лидером своего веса, и ему ничего не нужно доказывать. Кроме того, в столицу Бурятии не поедет и Шамиль Шарипов. Вместо национального чемпионата тяжеловес из Махачкалы выступит на европейском турнире в Будапеште, где попробует завоевать для страны недостающую олимпийскую лицензию. Это были все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных!